Пройти мимо Дворца культуры в День пожилого человека было сложно. Прямо у входа активные видновчанки устроили флешмоб. Заразительно веселые и яркие наши бабушки зазывали гостей на праздник. И к ним невозможно не присоединиться. Однако они не только спортсменки, но и рукодельницы. Каждый, вошедший в здание, мог оценить и выставку работ, выполненных нашими жительницами. Но самое интересное ждет гостей, конечно же, в холле второго этажа. А здесь всех встречают с зажигательными танцами и интересными мастер-классами. Расскажите, чем вы тут занимаетесь, что вам нравится? Выходили наши, очень приятно. Не хотели приходить, а сейчас выходить не хочется. Понравились очень. Рисуют, поют и мастерят. Люди пожилого возраста сегодня доказывают, что на пенсии жизнь только начинается. Хожу в фитнес-клуб. Когда не хожу, занимаюсь дома по два часа с утра прям. Потом я дам дача, хожу на огород, там часа два поработаю. Хорошо организовали активные долголетия. Обязательно в поездки ездим, в курсе ездим. Помимо творческих активностей, гости праздника смогли проверить зрение. Такую возможность им предоставила торгово-промышленная палата. Узнать о своем здоровье решила и любовь Платонова. Возраст, замечает женщина, мог отразиться на нем. Но душой она все еще молода. У нас интересы остались такие же, как были зрелости. И ощущаем себя только работоспособными, спортивными. Праздничный концерт состоял из 17 номеров. Со сцены звучали любимые песни наших бабушек и дедушек. Танцами радовали юные жители муниципалитета. Немало выступлений было посвящено теме семьи. Ведь именно в новых поколениях люди пожилого возраста сегодня находят не только поддержку, но и свое отражение. В этот день хотелось бы пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Потому что вы нам очень нужны. Вы нам очень важны. И продолжение в наших детях будет именно то, которое мы с вами заложим. Многие вложили немало сил и труда в развитие родного округа. Теперь заботятся о пенсионерах, дети и внуке, волонтеры, социальные службы, администрация и депутаты. За каждым депутатом закреплены определенные пожилые люди, которые также находятся на контроле, которым также оказывается всяческая пассивная, активная помощь. Поэтому мы хотели бы, чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы они получали удовольствие от того, что они живут в Ленинском городском округе. Ну и наделены были всей соответствующей заботой. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.